Маленький бантик. К сожалению, схемы этого бантика мне найти не удалось, а в общем-то вязала я его практически по картинке. Начинаем его вязать со скользящей петли. На скользящей петле делаем 3 воздушных петли и вяжем в это колечко 3 столбика с одним накидом. И опять спускаемся к колечку тремя воздушными петлями. И сделаем столбик без накида. Даже в общем-то лучше сделать 2. Так что вот эту перемычку лучше обозначить. Теперь вяжем вторую сторону. Также 3 воздушных петли, 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли. Спускаемся к колечку. Делаем 2 столбика без накида. Это у нас получился первый ряд. Давайте затянем наше колечко, чтобы было понятно. Вот у нас получился первый ряд нашего бантика. Вяжем дальше. Вся красота у нас будет во втором ряду. Поднимаемся по воздушным петлям с соединительными столбиками. И вот от этой точки будем вязать пышные столбики. Делаем 3 воздушных петли. Накид. Здесь у нас столбиков будет 4. То есть мы их вяжем вот в промежутке. Я вытяну ниточку вот 3 раза. Можно делать попышнее столбики. И столбики я здесь буду вязать закрепом. То есть вот таким вот образом. Воздушная петля. Следующий столбик. Следующий промежуток. Между столбиками. Также все петельки провязываю кроме последней. Делаю закреп. Воздушная петля. Третий пышный столбик у нас готов. И последний пышный столбик вяжем вот под цепочку. Также его закрепляем. Теперь делаем 3 воздушных петли. Соединительными столбиками спускаемся по цепочке. Здесь также два соединительных столбика сделаю. Соединительные столбики над столбиками без накида. И соединительные столбики на цепочке подъема. И с этой стороны также нам нужно связать 4 таких пышных столбика. Делаем 3 воздушных петли. И вяжем 4 столбика так же как мы делали на той стороне. Воздушные петли. Следующий столбик. Следующий промежуток между столбиками. Пышный столбик. Воздушная петля. И последний столбик вот под цепочку. Также 3 воздушных петли. Соединительный столбик. Возьмем цепочку. Еще один. Соединительные столбики делаем над столбиками без накида. А дальше начинаем обвязывать. То есть вот где у нас тут цепочка первого ряда подъема. На ней вяжем столбики без накида. Три столбика над цепочкой первого ряда. Аккуратненько отсоединяем цепочку подъема второго ряда. Также 3 столбика. Один столбик нам нужно связать на поворот. На уголок. Следующий столбик над пышным столбиком. Над воздушной петлей. Так вот обвязываем по кругу весь наш бантик. Подошли до уголка. Здесь мы также делаем вот одну петлю как бы на уголок. И 3 петли на спуск. То есть тут вот над цепочками второго ряда по 4 столбика будет. Над цепочками первого ряда 3 столбика. Над столбиками без накида делаю соединительный столбик. Поскольку здесь у нас будет перемычка, нам не нужно, чтобы вот здесь вот была толщина. Дальше 3 столбика над цепочкой первого ряда. 4 столбика над цепочкой второго ряда. Дальше столбики над пышными столбиками и воздушными петлями по столбику тут. Над последним пышным столбиком. Над цепочкой у нас 4 столбика. 1, 2, 3, 4, здесь 3 столбика. Давайте я сделаю тут соединительную петельку. А вот теперь самое интересное. Нам нужно зафиксировать серединку. Для этого я предлагаю, чтобы вот не мотать вокруг одиночной ниточкой. Сразу вытащить вот хвостик подлиннее. И обматывать серединку в 3 нитки, даже вот использую еще и начальный хвостик. Здесь мы колечко подтянем. И вот теперь вот можно фиксировать нашу серединку. Видите, когда в несколько ниточек, это, так сказать, получается быстрее и приятнее. Аккуратненько вот тут вот все обматываем. Так, чтобы вот тут вот все было пышненько. Дальше ниточку обрезаем и иголочкой зашиваем конец нити. Сразу же можно здесь пришить какую-то застежку к бантику. Вот такой вот бантик у вас получится. Вот здесь я уже зашила ниточку. Здесь еще предстоит зашить. Для этого я вот взяла тоненькую ниточку. И с ее помощью хвостик мы сюда проденем. Доматываем. Здесь просто зашиваем. Если нужно, сразу можно пришить сюда застежку. Или просто вот оставить хвостик. Если вы планируете куда-то бантик пришивать. Вот такие вот бантики получаются. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. У меня много идей. Так что впереди вас ждет много интересного. Успехов вам! И легких петелек! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!